Старейший столичный парк культуры и отдыха Сокольники отмечает юбилей. 85 лет назад Моссовет придал этой территории нынешний статус и распорядился обустроить ее для досуга горожан. Сейчас уже трудно представить, что на месте аллеи, цветников и павильонов когда-то был лес, где охотились царские особы. Василиса Лисеева изучила историю Сокольников с петровских времен. Один из крупнейших в Европе и старейший в Москве. Сегодня Сокольники это десятки тысяч посетителей в день. А в праздники миллионы. Абсолютно каждый, независимо от возраста, здесь может найти развлечение по вкусу. Погуляли, потанцевали. Отличное настроение. Пошли домой. Как-то душой отдыхаем от каких-то волнений, тревог. Парк у Сокольники 85. Но история этого места народных гуляний исчисляется не десятилетиями, веками. Первый просек в парке Сокольники появился еще в 1690-х годах. Недалеко отсюда находилась немецкая слобода и в мае здесь часто проводились народные гуляния. В связи с популярностью этого места по указу самого Петра I была проложена эта тропа, которая впоследствии получила название сначала немецкие столы, а уже затем майский просек. Гуляли здесь, как писали в те времена, люди без чинов и званий. Впрочем, российские цари и императоры бывали в Соколиной роще не реже. Елизавета Петровна, например, выезжала сюда на соколиную охоту. Здесь проводились праздничные гуляния по поводу коронации императоров. Статус парка культуры и отдыха в современном понимании Соколиной роще получила именно 85 лет назад. Тогда здесь начались масштабные преобразования. Отныне посетители попадали в парк через центральную арку. Проводились соревнования, тематические вечера, выставки. Одна из самых знаменательных – американская, где москвичи впервые могли попробовать импортный газированный напиток. Первым, кто попробовал этот напиток, был Никита Сергеевич Хрущев. И имеется фотография, на которой видно, насколько внимательно Никсон наблюдает за тем, понравится ли Хрущеву. После распада Советского Союза парк находился в плачевном состоянии. Но чуть меньше 10 лет назад в него вдохнули новую жизнь. Изменилась концепция, появилась система проката, новая навигация. Сокольники приобрели фирменный стиль. Старые забегаловки ушли в прошлое. Им на смену пришли современные и уютные кафе. А также Сокольники стали одной из основных площадок фестивалей фудтраков и фудмаркетов. Теперь посетители, гуляя по парку, могут попробовать различные блюда. От американских бургеров до французских вафель. В юбилейном сезоне в Сокольниках стартуют новые проекты. Будут учить играть как про кофе, проведу спортивные программы, а также... В парке будет показано очень много спектаклей от московских театров. Так как у них достаточно мертвый сезон летом, а в парке у них открываются новые возможности. Сокольники продолжают меняться. Уже в этом году площадь перед главным ходом в парк преобразится. На ней зажгутся сотни огней ночной подсветки. Василиса Елисеева, Павел Диц, Дмитрий Сорокин, Анна Лошевич, Вести, Москва.